В европейскую торговую сессию среды валютная пара EURUSD снова пыталась штурмовать ключевое сопротивление 1,3850. На этот раз катализатором роста стал выход позитивных индексов производственной и деловой активности в Германии. Однако быки по евро не смогли развить успехи, европейская единая валюта вновь откорректировалась по отношению к американскому доллару к уже привычному в последние дни уровню 1,3820. Вышедшие в начале американской сессии негативные относительно предполагавшихся данных о продажах недвижимости в США также не смогли поддержать евро, вызвав лишь незначительный всплеск котировок. Рынок сохраняет низкую ликвидность в ожидании основных новостей четверга. Валютная пара EURUSD скорее всего будет продолжать торговаться в диапазоне 1,3780 – 1,3860 в преддверии сегодняшнего выступления главы Европейского центробанка Марио Драги на пресс-конференции в Амстердаме. Тема выступления Драги не затронет напрямую текущую ситуацию в еврозоне, но в отсутствие ключевых макроэкономических новостей инвесторы традиционно будут ожидать от регулятора намеков о будущем монетарной политике центробанка. В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекцию пары перед возобновлением восходящей тенденции. Ключевыми уровнями поддержки для евро-доллара в этом случае станут котировки 1,3780 – 1,3750 и 1,3710. Прорыв уровня 1,3850 будет означать открытие пути к сопротивлениям 1,3890 и 1,3960. На торгах в среду валютная пара GBPUSD отступила от ключевого уровня сопротивления 1,6820. Опубликованные вчера протоколы заседания комитета по кредитно-денежной политике Великобритании не смогли поддержать британский фунт. Несмотря на снижение дефицита от торгового баланса и оптимистичные показатели по производственному сектору, члены комитета заявили о высоком уровне неопределенности, сопровождающем экономическое восстановление, а также о том, что повышение ставки английского Центробанка будет ограничено большой разницей в ставках по кредитам. Эти заявления вызвали падение курса британской валюты до уровня 1,6760, где пара нашла кратковременную поддержку. Несмотря на высокую перекупленность, фунт-доллар сохраняет потенциал роста к новым многолетним максимумам около уровня 1,7040, но краткосрочной целью пары вновь станет ключевой ценовой уровень 1,6820. Ближайшими уровнями поддержки являются 1,6730 и 1,6630, которые пары может протестировать, прежде чем возобновить восходящую тенденцию. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономическом календаре четверга. Швейцария сообщит итоговое сальдо внешней торговли за март, включая объемы экспорта и импорта товаров. Германия представит апрельские данные по условиям деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от Института экономических исследований в Мюнхене. В Великобритании опубликует данные по динамике розничных продаж за апрель от Конфедерации британских промышленников. А в статистике из США выдадут еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, а также изменение объема заказов на товары длительного пользования за март. Кроме того, в этот же день состоится выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!